Микс Ньюс. Расстояние не имеет значения. Мне где-то еще минут семь надо для того, чтобы добраться до дома. Радио не мешают границы. Те преобразования позитивные, экономический рост, улучшение уровня жизни. Все происходило во время моего премьерства. Самые откровенные мысли. Если я добрый человек, предположим, это другим судить, то от того, что я говорю, что у меня нет души в религиозном смысле, я не перестаю быть добрым. Только на Радио Болтком. Программа «Абонент доступен». Участие слушателей обязательно. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». Яна Смирнова, Вадим Родионов, в течение нескольких минут к нам присоединится, а также к эфиру. И сегодняшний наш гость программы «Абонент доступен» украинский политолог Михаил Погребинский. Здравствуйте, Михаил Борисович. Добрый день. Напомню сразу телефоны прямого эфира. 6-7-2-12-93-9 и 6-7-2-13-93-9. Вы можете по ним до нас дозваниваться. И пишите также в WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1. Ну вот Михаил Борисович уже третий теракт за ближайшее время на территории Украины был предотвращен, когда была вот история с захватом заложников в автобусе в Луцке. Зеленский выполнил требования, записал видео с требованиями, которые террорист ему адресовал. И стали говорить о том, что теперь вот эти требования, их будет больше и больше со стороны тех людей, которые будут готовы совершать теракты. Как вообще реакция президента Украины повлияла на происходящее сейчас? Не спровоцировала ли это такую эстафету терактов? Попыток терактов хотя бы? Я так не знаю. Кроме того, я бы вообще не стал называть всю эту историю таким громким термином теракт. Это всё какая-то имитация терактов. Один из них закончился реальным убийством одного человека. Но даже и этот случай тоже не выглядел как-то уже очень серьёзно, как серьёзное намерение. В всяком случае, они не демонстрировали намерение нанести вред кому-то. Я уже не говорю «убить». Это были угрозы в двух случаях – в Луцком и в Киевском. Это очевидно неадекватных людей, очевидно больных. Совсем разных по бэкграунду. Один достаточно образованный человек, который дома на столе держит книжку Макса Штирнера. Я думаю, что большинство наших кандидатов в нынешний гиперкаронавок даже не считали этого философа. То есть он из нормальной и интеллигентной семьи, образованный человек, но очевидно больной. Но сам характер его требований выглядит как несерьёзно, как нетребование настоящего террориста, намеренного убивать людей. Аналогично и киевский террорист. Ну чего он там попросил? Что такое? Полторы тысячи долларов, что ли? Ну вот да, то, что было вчера предотвращено. Ясно, что что-то неадекватное. Так что... А вот средний, это полтавский террорист, это человек, который хотел избежать тюрьмы. И просто спасался, он там пытался украсть машину, его задержали, и для того, чтобы не попасть в тюрьму, он угрожал убить заложника, заходить и так далее. Но мы видели на самом деле, что он никого не собирался убивать, а его убили. Ну вот это вся история. Поэтому участие президента, конечно, неадекватно, поскольку главы государства обычно не беседуют с террористами. Тем более на тот момент уже было понятно, что он скорее имитатор, а не террорист. Но и все последующие события не говорят о том, что это продуманные... Вот были продуманные компании людей, готовых к террористическим артурам. Вот они дождались эпизода, когда президент пошёл на пополнение требований и решили, а вот раз так, мы таким можем снова выступить. Я вообще не исключаю, что тогда два последних вообще толком ничего об этом не знали и не интересовались. Но сам факт, я понимаю прекрасно, что это неадекватно, неправильно, но я об этом, кстати говоря, за час до ситуации, которая с гудским террористом разрешилась, я был в прямом эфире на вопрос журналиста, что в этих обстоятельствах делать. Я сказал, что я считаю, что президент должен выполнить требования. Должен выполнить требования. Меня потом осуждали, что я провоцировал президента на какие-то неадекватные действия. Но моя позиция была такая, что в ситуации нескоординированности действий, а это можно доказать, правоохранители, если бы президент так не поступил, то, вероятно, могли бы быть жертвы. Просто надеяться на профессионализм в данном случае было очень рискованно. Так что, хотя он и поступал исключительно, президент наш, из пиаровских соображений, но я, в общем, одобряю такую. И предложил, и по-прежнему считаю, что он правильно поступил. А все остальные события — это результат всё более накаляющейся обстановки в Украине. Огромное количество людей лишены абсолютно перспективы выживания, причём не перспективы дальние, там через год, а буквально через следующий месяц они не знают, как кормить детей своих, у них нет средств существования, закрыты границы, они раньше уезжали, сейчас пытаются там какие-то огромные очереди, куда-то море. То есть нервная ситуация связана с тяжёлым социально-экономическим положением. И, конечно, люди… А к тому же у нас реформа, медицинская реформа, которая так и не прекращается, которая привела к тому, что огромное количество врачей были уволены или уже на выходе, потеряют работу, а психиатрические лечебницы начали закрываться, тёмное дело, деталей последних не знаю, во всяком случае запланировано было, что многие из них будут закрыты. Эти люди окажутся на улицах, как и туберкулёзные диспансеры и так далее. Это вот модель медицинской реформы. И, конечно, люди, которые находятся в такой ситуации, это провоцирует их неадекватное поведение, особенно если у них есть соответствующий бэкграунд, как у первого, так и у третьего. Ну, вот так что я ответил на ваш вопрос, как я понимаю. Да, но если говорить вообще о фигуре Владимира Зеленского, потому что недавно появилась новость о том, что прошли переговоры между Зеленским и Путиным по инициативе Владимира Зеленского. Вот что это означает, почему они решили созвониться и о чём они могли говорить, как считаете? Не они решили, а Зеленский решил позвонить, а Путин не отказался взять труп. Я думаю, это важно. Просто потому что для Зеленского уже сам факт разговора с Путиным вообще возвышает его собственном мнении. Понимаете? Это вот до такой степени неадекватный человек у нас оказался у руля страны. Значит, и для него есть логика в его попытках добиться проведения очередного саммита Нормандской четвёрки. Он наверняка, что он помнит хорошо, так это то, что перед декабрьским саммитом Нормандской четвёрки в Париже уже обозначилась тенденция к падению его рейд. А когда саммит был проведен, падение прекратилось на пару месяцев. Потом возобновилось снова. То есть его присутствие за столом Нормандской четвёрки как бы удерживает позитивное отношение к нему как к человеку, который занят какими-то важными и полезными делами для страны, в частности, прекращением войны. Ему нужно это изобразить. Ну, есть ещё дополнительный аргумент. У нас в октябре будут местные выборы, если не удастся их отменить или перенести. И там положение партии Зеленского не очень хорошее. То есть если следить по сегодняшним данным, то большинство, в большинстве областей у него не будет. И ему надо искать какие-то аргументы, во-первых, чтобы удержать на эти оставшиеся пару месяцев тех людей, которые пока ещё в вопросах говорят, что не готовы голосовать за партию Зеленского. Для этого надо проявлять какую-то активность в связи с теми обещаниями, которые он давал перед выборами год назад. А вот активность позвонить — это и есть попытка реализации начала вот этих обещаний, связанных с миром на Донбассе. Ну и потом, это же как бы не произошло после того, что произошло ясно по инициативе Зеленского, иначе не могло быть. Украинская сторона согласилась на целый ряд требований, которые выдвигали Донбасс и Москва по тому, как контролировать прекращение огня. Есть там некоторые вопросы. Они подписали соответствующую договорённость, и, честно говоря, уже восьмой день. Ну, можно считать, что перемирие удерживается. Хотя постреливают, но никакого... Намного меньше, то есть на порядок меньше, чем было в этой договорённости. И именно повод появился... У Зеленского появился повод, что он звонит Путину для того, чтобы заручиться его, что называется, как бы поддержкой, прекращением огня, и демонстрирует при этом... Ну, я имею в виду, вот этот документ. Он... Хотя вот там нет окончательных, как бы внятных договорённостей, честно говоря, но, тем не менее, какой-то шаг на встречу с Киевской стороны сделал, и он звонит Путину для того, чтобы он поддержал. Ну, и он поддержал. Ну, вот одно из обещаний Зеленского, вот цитата из Ре-Новостей, например, он говорит, мы вернём, всё вернём, и Крым вернём, и людей вернём. И добавил, что в это верит безумно. Это было, насколько я знаю, в первые дни, когда он избрался на пост президента, или это было предвыбрано. Ну, в любом случае, это было одно из его обещаний. А если говорить о возвращении территорий, вот на ваш взгляд, насколько тот же Крым потерян уже для Украины, или всё-таки есть шанс какой-то? Ну, если рассуждать в категориях шансов, ну, знаете, кто-то говорил, что никогда не говори никогда. Поэтому, когда мы говорим о шансах, то я могу попытаться оценить эти шансы. Они напрямую связаны с распадом Российской Федерации, супер-кризисом в этой огромной стране, тяжелейшими последствиями вообще для всего мира. И тогда, ну, чем, чёрт не шутит, да, ну, вероятность, это, ну, точно в пределах десятых долей процента, я бы так сказал. Это что касается Крыма. Что касается Донбасса, там ситуация иная. Там вероятность возврата Донбасса по-прежнему, в общем, не такая маленькая. Она существенно больше. Но если смотреть на то, как действует украинская власть на протяжении их шестидет и последнего года президента Зеленского, то вероятность возврата не увеличивается. Не увеличивается. Значит, ничего не делается для того, чтобы это стало, ну, реальным. Или более, или менее реальным. Мы не имеем сейчас данных, опроса общественного мнения на тех территориях, которые не контролируются Киевом. Поэтому я не могу с уверенностью утверждать, какое количество людей хотели бы вернуться. Я думаю, что если задавать... Это моя просто такая гипотетическое представление о той реальности, которую я на самом деле недостаточно знаю. Если бы задавался вопрос, какой вариант для вас предпочтительный, вариант будущего, это оказаться независимым каким-то маленьким государством, кстати говоря, не меньшим, чем какая-нибудь Хорватия, так что более Черногория. Но это один вариант. В ответ на другой вариант стать частью Российской Федерации. И третий вариант вернуться в состав Украины. Я думаю, что вариант стать независимым государством и вернуться в состав Украины были бы примерно одинаковы в процентном отношении. То есть, и, конечно, существенно меньше, чем вариант стать частью Российской Федерации. Это моя гипотеза. Возможно, я не прав, но данных хороших нет, и я поэтому пользуюсь своими такими очень косвенными соображениями. Но самое большое желание, я думаю, у людей, это чтобы всё это прекратилось хоть чем-нибудь. Хоть чем-нибудь, потому что они находятся в тяжёлом положении, и там уже дети, которые родились во время войны, уже пошли в школу. Ну, то есть там их всё детство, вот дошкольное детство, прошло время войны. И это невероятно тяжело. У нас звонок, радиослушатель на линии. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Сергей. У меня вопрос несколько из другой оперы. Союз Польши, Литвы, Украины и плюс-минус Белоруссии. Понятно, что это в интересах Польши, тут вопросов нет. Но каков национальный интерес Украины в этом союзе? Спасибо. Спасибо вам. Это хороший вопрос. Спасибо, Сергей. Значит, я думаю, национальный интерес, который обозначился и действует уже на протяжении шести лет, заключается в том, чтобы действовать так, чтобы это было хоть какой-нибудь причинить вред России. Не пользу Украины, а вред России. Но это вообще установка украинского национализма, который больше не за реализацию украинских национальных интересов, а за идею, проще от Москвы, и как можно больше создать проблем для Москвы и так далее. Это неудивительно, поскольку слишком близкие народы. И поэтому для того, чтобы ощутить себя отдельностью какой-то, надо отталкиваться от близкого. И это можно было преслеживать на всю историю украинского национализма. Тут есть, у вас есть эксперты, которые это лучше знают, чем я. Я специально не занимаюсь этим вопросом. Но вот это Люблинская уния, это как бы трижды предательство украинских национальных интересов. Ну, во-первых, потому что воспоминания о Люблинской унии, это фактически воспоминания о доминировании католицизма, распространении этого на территорию православной страны. А это же намеренно сделано именно в связи как бы с памятью о Люблинской унии, о создании Речи Посполитой. И известная история, на самом деле украинский национализм, который расцветает как бы на территориях Западной Украины, он не только там есть. Центральный украинский это другой национализм. Тот, который там, он прежде всего антипольский. Это предательство как бы и вот собственно украинского национализма. Они на самом деле, Бандера на самом деле был же гражданином Польши. Он за теракт против министра сидел в тюрьме в польской тюрьме. Только немцы их потом освободили. Но память, антипольская память, вот эти лозунги о том, что западноукраинского национализма, о том, что враги Украины это поляки, Ж2 и москали. Поэтому вот тот кайф, который получает наш министр иностранных дел, который стоит там рядом с министром иностранных дел Литвы и Польши, подчеркивает ничтожество как бы вот этой прорвавшейся к власти элиты. Причем она никакого отношения не имеет к этому новому, что ли, поколению Зеленского, его людей. Там много всяких симпатичных, нормальных ребят и девушек, которые зашли в парламент, вообще нифига не понимают. Политики, экономики, ничего. То есть, ну, они такие много симпатичных, нормальных людей. А этот парень, ну, такой себе мажор, папа дипломат. Значит, они исторически слушали всё, что говорит Москва, я говорю, папа и вот эта компания, да? И при этом ненавидели эту Москву. Всегда. Поэтому вот его сынок становится, и он ловит кайф от того, что он сейчас думает, как Путину неприятно про эту Люблинскую компанию, как он там типа себе локти кусает, что вот мы такое себе позволяем, и всё такое. И если прослеживать лексику этих людей, это у нас и секретарь совбеза точно такой же, и ответственные за реинтеграцию Донбасса, это все люди одной как бы генерации, либо связанные с галичанской версией национализма, которая подавляет в себе и придает вот эту антипольскую составляющую, то есть русофобская составляющая доминирует, и сегодня это для них главное. Раз уж мы упомянули Беларусь, история с ЧВК Вагнер, я напомню, что 33 россиянина, которые, по словам официальной Беларуси, являются наемниками частной военной компании Вагнера, были задержаны на территории Беларуси, и вот уже президент Лукашенко в частности заявил о том, что они прибыли в страну для дестабилизации ситуации перед выборами президентскими, которые, кстати, уже на 9 августа должны, по крайней мере, пройти. В Кремле говорят, что эти россияне просто опоздали на рейс, и вообще они летели дальше, поехали в санаторий. Как вы вообще эту историю оцениваете, происходящее в Беларуси? Я не считаю себя экспертом по Беларуси, хотя, честно говоря, не так, но все же один проект мы делали, мне пришлось общаться с нововлиятельными в оппозиционных кругах политиками, и они много чего мне рассказали, чего я не знал, во всяком случае, я утвердился в мысли, что Лукашенко не просто такой авторитарный лидер с постсоветским или советским даже отчасти сознанием, который реализует как бы такую пози-советскую систему управления и так далее, а он еще и реальный суперлигарх в стране, который контролирует абсолютное большинство белорусских активов, которые считаются государственными, на самом деле фактически он получает реальную прибыль от контроля над ними. Ну как можно к этому относиться? Ну ясно, что это провал и Лукашенко, и провал российского руководства. То есть это после этой ситуации стало понятно, что вся вот эта история с союзным государством, с близостью как бы политической, ну правда тяжелый собеседник, но тем не менее союзник, ну какой союзник? Какой? он вот сейчас только вспоминает эту историю ЧВК, кстати говоря, насколько я понимаю, никого Вагнера нет, это уже как бы такой бренд на самом деле. А кто же они, на ваш взгляд? Да, не важно, важно просто, что... Важно как раз. Да, важно просто, что этот цирк, который вот ясно для меня, очевидно совершенно, который устроил Лукашенко, ну мне кажется, понятной задачей, он видит активность только про Запад, реально. Что делать в этих обстоятельствах человеку, который устроен так, что отдать власть нельзя? Я думаю, что вполне серьезно мои коллеги белорусские говорили, говорят о том, что он серьезно вознамерился реально передать власть по наследству. и это не просто шутка, вопрос доколе будет править эта команда, он говорит, ну доколе, доколе, который младший сын. Значит, ну пусть дело не в шутках, а дело в том, что так провал фантастический, то есть раз он видит, что активность проявляет вот эта публика антироссийская, то им противостоять можно только тем, это, кстати говоря, аналогично тому, что было у Януковича, только тем, что, сказать, я такой же, как вы, ребята, я против России, посмотрите, да, я даже готов на это, чтобы поэтому, чего вам бунтовать, вы хотите что, на девушку поменять, которая вообще ничего не понимает, я должен остаться, поскольку я буду защищать суверенитет и так далее, а угрожает суверенитет, кто может угрожать суверенитету России, ну по его, представляете, в смысле суверенитету Беларуси, только Россия, поэтому он идёт на такой дикий шаг, ему ведь нарисовали развитие ситуации примерно такой, он выигрывает выборы, мы прекрасно понимаем, что выборы там не очень, выборы, то есть, я думаю, что результат, который должен быть, написан ещё до выборов, объявляет, что он выиграл выборы, там получилось 70, ну или не важно, и результат этот не признаёт вот этот актив, который легко сейчас собирает десятки тысяч людей, такого не было ещё никогда в Беларуси, ну уж совсем люди от него устали, и там, я думаю, далеко не все так настроены антизападно, антироссийские, не все, все про запад, от него устали, хотят что-то поменять, и он считает, что вот это остановить как бы эту Майдан сможет не выступая против этих сил Майдана, в основном прозападных, и те, кто, во всяком случае, управляет этим процессом, ясно, что это люди оттуда, с такими установками, при такой поддержке, что установить можно тем, что я больший русофоб, чем вы, вместе взятые, это у нас рассказывают регулярно, значит, ну, это даже Трамп рассказывает, его обвиняют в том, что он там что-то России уступает, да он говорит, да смотрите, я гораздо больше антироссийских санкций принял, чем Бамбама или кто-либо другой, так точно поступал Янукович, зная, что есть актив националистический, вы хотите евроинтеграции, да я согласен, главное, чтобы вы меня не трогали, чтобы я мог и дальше как бы управлять страной и воровать как бы по мере сил и возможностей, если не получается, пусть сын этим занимается, у него сын занимался, так что известно, чем это кончается, кому нужен, кому ты потом нужен бы, ну допустим, ну допустим, ты все-таки уладишь этот конфликт, останешься президентом, во-первых, вернуть отношения более или менее доверительные с Москвой уже не получится, я уже не говорю о том, что всякую цирку он устраивает с обвинениями, но он-то даже позволил себе его команда угрожать, что он передаст этих ребят в Украину, это уже точно красная линия, это не прощается, невозможно, а что касается победы оппозиции, так он не признает, значит там будет буза какая-то, то есть тут я думаю, что почему я говорю, что это поражение и самого Лукашенко, и поражение Путина, и поражение России, которое позволило, что вот как бы в своем союзном государстве вот это привычка к тому, что мы не Соединенные Штаты Америки, мы не прилетим там бомбить Ирак или менять там власть в Сирии, и не будем говорить осада, не надо, мы добьемся, чтобы осада не было, только одна страна в мире может себе такого позволить, до сих пор Соединенные Штаты, вот Трамп вроде говорит, что надо с этим кончать, но тем не менее только Соединенные Штаты, Россия такого никогда себе не позволяла, сейчас могут мне вспомнить всякую ситуацию с Крымом, это отдельная история, но то, что с Белоруссией, союзным государством, она вела себя чрезвычайно мягко, без всяческого давления, потому понимая, что упущено время, когда можно было влиять на население, а не работать как бы с Лукашенко, с властью, это вообще традиция российской власти работать с элитами, как-то делиться с ними, как-то там газ, то все, значит, нет, вроде они должны быть заинтересованы и все, значит, нету в политике этого, оно не работает, вот жизнь показала, до какой степени оно не работает, вот сейчас самая близкая к Москве сейчас страна, это Белоруссия, и вот она имеет такое руководство, имеет такую возбужденную публику, которая никак подготовлена скорее, ну слушайте, там я знаю, я тоже с одним таким разговаривал, он блогер, он живет в Польше, активно, у него там десятки тысяч подписчиков и так далее и работает, и работает в основном с общественным мнением молодого поколения, которое туда ездит на Запад регулярно, они не настроены как бы антирусски, или против России, они настроены про-западно, они там бывали, они знают, что там организована жизнь хорошо и так далее, ну вот. Звонок у нас. Да, примем звонок, здравствуйте, мы слушаем вас. Здравствуйте, Янис, меня зовут, чуть запоздание, через интернет вас смотрю, Михаил, извините, постараюсь коротко, помогите вот, разобраться, ну вот, скажем там, интересно, смотрю новости, там два канала, ну, Гордон, как бы, как он сходил в Гагу, все понятно, уже как бы человек пропал, значит, интересно про канал Страна Юэй, вы, наверное, знаете его, именно ее ведущая Олеся Людведева, вот кто стоит за этим каналом, истинный бенефициар, если у вас есть, и насколько вот могли бы сказать, там правдиво преподносится новость про Украину, спасибо. Я считаю, что это самый объективный источник информации об Украине, значит, есть некоторый крен политической ориентации, то есть, они скорее антинационалистические настроения, и даже удивляться нечем, уже за ними националисты охотятся, нападают на их журналистов и так далее, значит, я знаю, что создал этот ресурс, ну, как бы, давний мой Коман сейчас живет в Австрии, получил политическое убежище, с кем он договорился о финансировании, я знаю разные рода слухи, наверняка я не знаю, поэтому я с уверенностью, я не стану сейчас озвучивать эти слухи, для этого ресурса, вообще говоря, не такие же большие деньги нужны, крайне говоря, это никакого сравнения с тем, что тратится на какой-то даже маленький телевизионный канал, поэтому я не хочу детально об этом говорить, но я, если бы спрашивали, откуда узнавать новости наиболее адекватной реальности, я советую этот ресурс, но, конечно, надо смотреть также и какую-нибудь украинскую правду, которая занимает решительно противоположную позицию и свою вырабатывает, но я должен вам сказать, что сейчас страна имеет самое большое число подписчиков и ресурс самый популярный, несмотря на то, что он открыто критикует и западную политику американскую и так далее, но иногда и российскую, но ясно, что он скорее с этой стороны, вот собственно и я. Ну вот, на ваш взгляд, уже, наверное, подводя итог, возможно, нашего разговора, страны Балтии, как часть этого громского геополитического противостояния, и Беларусь тут, и Украина, и Россия, вообще имеют какое-то значение или так они обособленно стоят в этой всей истории? Я не считаю, как некоторые мои коллеги Российской Федерации, что это как бы такие не настоящие государства. Настоящие есть нации, есть, да, они имеют право, что просто мои, много моих коллег и друзей на Западе, в Западной Европе, Европе вообще не поляков, не поляков, и может быть даже не шведов, там есть тоже, но они как бы особая точка зрения не имеют на эту балтийскую политику, но они говорят, что они бы гораздо, их точка зрения такая, и я их поддерживаю, я тоже разделяю эту точку, потому что странам Балтии было бы комфортнее, если бы они заняли позицию, которая не была бы столь открыта антироссиями, которая могли бы использовать свой транзитный потенциал, свои возможности, которые есть для того, чтобы получать больше ресурсов. Сегодня они фактически все вынуждены жить за счет подачи Брюсселя и Европейского Союза, ну, если им это нравится, значит, так и будет. Конечно, их всякие громкие слова о их политике внешней, ну, они никакого влияния ни на кого не оказывают, поэтому в этом смысле влияние прибалтикских стран минимально, если вообще можно как-то оценивать. То есть, можешь сказать, что дружба с Россией была бы для стран Балтии в этом смысле экономически выгодной, и страны Балтии стали бы богаче, если вот так говорить, Латвия, условно, стала бы богаче. Не надо дружбой, дружба невозможно. Ну, отношения. Со сетонцами, знаете, невозможно. Я много лет во время советской жизни бывал в Эстонии, играл там в Бридж, это единственная страна, где можно было соревнования по Бриджу устраивать в Советском Союзе. Я знал, как они любят русских, как это все происходит. Поэтому дружба невозможно, но прагматический интерес получить прибыль от торговли, от транзита и так далее, ну, если бы это было так, то было бы выгоднее. Например, для Литвы, очевидно, совершенно, что она теряет значительную часть своего ВВП из-за такой политики. Если говорить о фигуре Дмитрия Гордона, который стал одним из самых популярных интервьеров не только Украины, но и России, вот как относитесь к этой фигуре и его политическому и медийному влиянию? Если бы вы хотели узнать, как я отношусь заранее, вы бы спросили по-гребенски о Гордоне. Я единственное, что не использую матерных выражений ввиду того, что я интеллигент первого поколения. И нас слушают дети. А у нас принято в России, что если интеллигент такой не в первом поколении, а в дедушке, бабушке, то они очень любят выражаться. Значит, а я не выражаюсь. Значит, Гордон — человек, которого я знаю с начала 90-х годов. самый настоящий профессиональный жулик, который продавал золотые пирамидки как лекарство от рака. Десятки, ну, не знаю, десятки тысяч или просто тысячи людей купили задорого эти пирамидки в ситуации, когда ещё, может быть, облучение или химиотерапия могла их спасти. они умерли, потому что этот подонок продавал это. Кроме того, он крышевал в те годы 90-х, крышевал, значит, вот этих всех людей, которые чудеса. Он там знаком был с этими всеми. И он до сих пор говорит, что это всё правильно. И у него был журнал «Бульвар», который имел довольно приличную аудиторию, и через них он, значит, фактически был лидером всей этой группы колдунов, которые зарабатывали деньги. Потом он стал интервьюером. То есть он ещё тогда был, со всеми общался, я помню, даже с Евтушенко, всё. Ну, ну что, ну это человек в себе, не могу выражаться. Значит, у меня самое, не просто плохое отношение. Значит, он профессиональный интервьюер, это правда. Значит, ну, мне кажется, что всё-таки человеческие качества должны оцениваться, когда оцениваются и профессиональные тоже. Так вот, значит, человеческие качества, как сказал тот наш звонящий, стали про него всё ясно после того, как он провёл интервью, потом сказал, что это всё я провёл для того, чтобы передать ГАА, и что это всё согласовано с СБУ и так далее. Ну, такой секс, такое ничтожество, которое, тем не менее, вы знаете, вот как это происходит. Значит, я просто знаю, что он вхож в груди как бы олигархов, нашей элиты, там, культурные и прочее. Значит, он выбрал для себя соответствующую модель. Значит, я буду таким антироссийским патриотом, да, хотя и еврей, да, и хотя его как бы настоящие патриоты, которые себя так считают, они его ненавидят, но не важно. Важно просто, как и правильных евреев, да. Значит, он очень хорошо устроился. Последние компании он, как говорят, заработал на собирании денег и компании для бывшего главы СБУ, и он сохраняет, вот, участвовал в его раскрутке и так далее. Все мои попытки, в конце концов, более-менее увенчались с успехом, но я пытался убедить, значит, владельцев некоторых каналов, нельзя его показывать и так раскручивать, но он имеет широкую аудиторию, тем не менее. Вот он может взять и собрать он в театре, там, значит, тысячу его собственных поклонников, которым будет рассказывать о том, фильме. Почему вы пытались убедить в том, что не надо его показывать? В этом смысле у людей должна быть свобода посмотра. Я знаю, что владелец канала не разделяет политические взгляды этого человека, но поскольку он делает рейтинг, значит, как-то его не стоит избавляться от него. Ну, я не знаю, меня проигнорировали, он всё равно ещё долгое время раскручивался этими средствами, а потом, я уж не знаю, как это всё было, он там оттуда ушёл. Ну, а так у него YouTube, у него, значит, свой канал, его приглашают на другие программы, очень востребованный человек. И оказывается, что, ну вот как в российской либеральной тусовке, не стыдно, причём замечательным людям, которых я просто очень люблю, как Чурикова, например, не стыдно взять и вписаться на человека, которому явная мразь человеческая, которого осудили значит, там за, не знаю, за связи, за развращение малолетней дочери и так далее. То ли эти люди, то ли, значит, Райкин. Вы сейчас Дмитриева имеете в виду по всей виду. Я имею в виду Дмитриева, ну как можно? Ну, просто хоть прежде чем вы вписываетесь, вы можете, так вот и у нас нормально, значит, люди прекрасно знают, что собой представляет Гордон, но они могут согласиться, значит, идти к нему на интервью. Но взял, я не знаю, что, ну, известные всякие разные люди, в том числе, и в Москве соглашаются ему давать интервью. Ну что ж, мы благодарим вас за то, что вы нашли время и вышли к нам в прямой эфир на интервью программы «Абонент доступен». Украинский политолог Михаил Погребинский был гостем программы. Спасибо вам. Всего доброго и до свидания. Счастливо.